За круглым столом архитекторы, разработчики, авторы и идейные вдохновители проекта «Башня-флагшток. Дружба народов». В их числе известный телеведущий Николай Дроздов. Позади четыре года разработки проекта. Впереди сложный этап реализации. Вот так будет выглядеть башня. Место уже выбрано въезд в Олимпийский парк. Идея построить такой грандиозный объект и сама идея «Башня Дружбы народов» очень символична для города, отметил Анатолий Пахомов. То, что в городе Сочи, в городе посланцы мира, в городе, где действительно большое количество жителей, которые представляли Советский Союз, по большому счету Сочи – это маленький СССР. Это очень правильное решение именно здесь сделать башню дружбы народов. Башню будут строить только на средства частных инвесторов, подчеркнули авторы проекта. Ни копейки, ни из городского, даже ни из государственного бюджета федерального не будет. Это все делают на средства частных инвесторов, которые, просто имея какие-то свободные деньги, считают, что чем просто вложиться в очередной ресторан или в очередной строительство жилищных, сделать что-то, о чем будут потом говорить. Смотровая башня станет не только объектом показа для туристов, но и будет выполнять культурно-образовательную функцию. Предварительно мы можем сказать, что там будет и музей дружбы, и, возможно, национальной кухни, возможно, там будут и какие-то мировые спортивные достижения, как спорт разных народов, национальные виды спорта. Ну, то есть, все, что лицет дружбу. К 10 декабря в Сочи будет представлена концепция проекта. Позже он пройдет процедуру согласования в Минстрое страны. Ориентировочно башню в Олимпийском парке построят в 2017 году.